добрый день вы на канале 18 суток и сегодня хочу вам рассказать о таком аппарате фирма форты вот его модель 3w 650 хороший аппарат у меня три года с помощью него я не знаю ни одну десятку тонн воды улетела и вот сегодня у меня случился такой каузус вон водичка густ потек бустерный насос что с ним случилось честно я даже не знаю туда спад подшипника течет вода вытекает все спина мокрая будем разбирать наверно смотреть что с ним сейчас будем снимать все посмотрим что с ним вот снят бустерный насос он бывает либо пластмассовом либо в алюминиевом исполнении вот и страница установлен подшипник и два крепежных винта которые крепят подшипник чтобы не выскочил так то шести ранечек который вращается надеятель если посмотреть видно смотрите он шатается вовсю подшипник рассыпался сейчас будем разбирать смотреть что внутри вот разобрали насос как устроен насос две части впускной и выпускные две трубочки вот принцип это кренчатка самый обычный центробежный насос вот для резинка колечка употребляем здесь конечно все грязь уже позарастала надо будет чистить тоже употребляем кольцо вот вот сюда подается жидкость и с помощью кренчатки центробежная сила выдает сюда выходит вода и сюда две стороны здесь подается вот вынул я вал подшипник рассыпался попала водичка в него и все вот сама кренчатка кренчатка у нас пластмассовая пластик вот здесь стоял подшипник у нас вот это вот внутри стоит сальник сейчас мы будем извлекать вот стоит раечка под шестигранчик это она прижимает сальник внутри пытался выкрутить как я только не крутил видать прикипела так что не отделешь вот у меня есть классная штука а до 50 сейчас минут 20-30 постоит и будет супер и выкрутим осмотрим какой там сальник так с трудом открутил гайку или выкрутил ее она и тоненькая здесь сильно тянуть нельзя чтобы еще не поломать так и вот я вытащил сальничка вот такой вот сальник у нас он правда порвался весь будем искать такую точность сальник маленький пойдем на рынок у нас рынок большой я сам с харькова рынок барабашова можно сказать полгорода так что надеюсь что там будет что-то за сможем подобрать как бы видно сразу вал просто караул весь грязный здесь почему она и протерлась надо обязательно после работы промывать его я с десяти раз может один раз промываю остальное не промывают вся эта гадость оседает здесь и получается наждачка и только завел крутануло и все и сальник стерло так что надо обязательно после каждой работы надо обязательно чистой водичкой промывать чтобы бустер насос был чистенький что вот это вот не было накипь такая что надо сейчас нулевочкой на расшлифовать его потому что резинку протрет тоже сразу же так номер подшипника вот так заржавел что даже не знаю что за номер мы будем так по принципу втыка прибираю подбирать отмыл вал за средства для снятия ржавчины и что я увидел где-то посадочное гнездо вот здесь это для подшипника здесь рабочая поверхность сальника которая зажимал сальник есть раковины неимоверные глубина аж палец туда провалить и все это из-за того что хром слез это вал хромированный все хром обсыпался и получился такие вот раковины тут мне кажется никакой бы сальник не выдержал все теперь даже если найти такой сальник здесь придется шлифовать соответственно наружный диаметр уже уменьшится не знаю как будет держать сальник или какие-то кольца мудрить ну в общем что-то придется делать что-то думать раковины очень сильные очень глубокие даже не знаю почему все обрезало это дело предназначено хоть даже какие-то химические вещества но должно все равно не знаю даже держаться хром а он весь обрез прямо до раковины такие глубокие я даже не знаю что еще и делать так три дня назад ездил на рынок искал такой вал почему потому что этот вал уже восстановление не подлежит я же говорю я живу в харькове у нас есть рынок барабашова это самый большой рынок на украине там можно купить все что угодно но обошел весь рынок мне сказали что китайский завод не не продает отдельно такие валы они нет в ремкомплектов это покупать на только с насосом купить насос как быть с таким точно валом честно я не хочется уже через два-три года придется покупать опять же новый насос также запчастей таких можете даже не искать так вчера рубая практически весь день убил в поисках в интернете честно говоря перевел все нашел только в одном единственном месте это сайт рим запчасти для дела довольно крупный сайт вот здесь можете выбрать запчасти начиная от запчастей для блендера и заканчиваем грузовыми автомобилями тяжелой строительной техникой в общем есть все что все что нужно вот выбираем мотоопрыскиватели можем выбрать какая конкретно смотрю интересует либо это колеба 650 либо здесь всевозможные разные можно выбрать ну давайте 650 форты вот запчасти здесь есть насосы как в алюминиевом корпусе так и пластиковым запчасти то же самое это верхние это у нас идет для алюминиевого корпуса нижнее это для пластикового но подшипники сальники отдельно также можем выбрать все что нам нужно вот есть отдельный комплектующий так что можете зайти посмотреть и выбрать все что вас интересует вот этот ремкомплект 5 сальников 2 подшипника и вот вал вал сделан из нержавейки пищевой как бы это нержавейка не боится ничего никаких кислот ничего это пищевая нержавейка можно сказать вечный мне что понравилось что я только позвонил мне через 20 минут перезвонили сказали что уже все все же вышло выслали новой почтой и вот я сегодня получился я очень доволен конечно что есть такой сайт там можно купить практически все так что советую я внизу сброшу ссылочку на этот сайт если кому-то будет интересно пожалуйста заходите смотрите собирается он довольно просто берется сальничек вот внутренняя часть если пружинка она переворачивается вот так ставится туда садится посадочное гнездо я посадил и дальше мы прижимаем ее вот такой гаечкой под шестигранник вот он вставляется сюда и закручивается и потом уже ставится пал с подшипником и фиксируется двумя гаечками для того чтобы подшипник не выскакивал сейчас я соберу и покажу вот сальник он состоит из двух частей как часть это вообще одинарный но состоит из одной губы вот она с этой стороны одна стоит губка употребительная и с вот этой а между ними он есть пустота если присмотреться но она не видно будет вот она с двух половинок видите вот я установил сальничек сюда но с той стороны он показывал первый взял не буду передачивать чуть-чуть подшипник и получился что вал зашел как бы сейчас вам покажу вот на старом сальнике сейчас один его и вот он получился вал ведет он как бы чуть-чуть оделся чуть-чуть на первую губу трасс уплотнительная вот так теперь раз середину на эти две половинки залью машинного масла теперь сальник между двух частей у него находится машинное масло одна руку неудобно сейчас мы ставим и получится вал зайдет и между губками получится сам вал а внутри будет машинное масло который будет смазать постоянно вал и не будет давать ведь раз все вот он все перекрыл уже вторую губу и внутри сальника получилось масло теперь мы ставим крыльчатку закручиваем и все пока там есть масло внутри он не будет стираться вот на крыльчатке есть раньше был металлический такой выступ как втулка ну вы сожалению она мне прожарила и зняла так что крыльчатка была чуть выше от этого места над ним чтобы не терлась а а поверхность я вон одну шайбочку проточил вставил сейчас возьму вторую вот таких вот две шайбы тут где-то мне еще третья шайба такая точно три шайбочки подкладываю не помню куда я дел сейчас короче подкладывай три шайбы вот они и получается и тем более крыльчатка вот ее немножко подклинило и видите здесь должны были быть такие пластиковые как бы упоры чтобы она фиксировалась и не проворачивалась на валу ну вы ее когда заклинило все это дело по срывало так что теперь вот мы ставим ее вот она теперь раз получается с небольшим вот таким вот зазором все ставим гаечку маечкой затягиваем и она не проворачивается сидит великолепно а кстати вот еще одна шайба нашел еще одну шайбочку сейчас мы и кинем еще одну шайбу под низ но каким от макаром металл такой тоненький что чуть коррозии все его съела все поставлю закручу гайку собрал полностью подшипник стулочки сальничек поставим вращается так немного туго сальник новый по сравнению то что было это супер ничего не шатается все идеально теперь буду полностью собирать его и устанавливать намота опрыскивать и забыл сказать маркировку подшипника это 6000 подшипник и сальник 10 19 на 7 собранный насос я будем ставить снимается довольно просто задняя спинка вот здесь на таких крепежах такой что внутри у нас вот такой вот переходничок ставится и вот нас три самореза снимается довольно быстро все ставим одной рукой неудобно вот так вот и все сейчас три винтика закрутим и будем проверять все установили понадобилось всего не на этом пять минут все же установлено пробуем ремонт прошел успешно все работает отлично ну надеюсь еще водика на 4 может и хватит так что на этом я заканчу этот обзор заходите на канал подписывайтесь ставьте лайки всем пока подписывайтесь на мой канал